ну вот друзья мы с вами покатались по многим объектам недвижимости у нас остались незакрытые вопросы связанные с внж и оформлением как раз сделки недвижимости поэтому давайте прямо сейчас пройдем в офис аспо и соответственно там зададим вопросы где нам дадут развернутые ответы на эту тему пошли друзья ну вот я вас привел к заместителю генерального директора чтобы он помог мне ответить на ваши вопросы которые часто будете задавать и задаете всегда это у нас губа главных вопросов это это внж и гарантии собственно при покупке недвижимости в турции наш самый главный вопрос который волнует всех наших туристов все кто собирается переезжать или жить подольше в турции это внж за этим вопросом мы обращаемся к алексею скажи пожалуйста про внж все что это такое как это сложно просто и к чему она привязана там к стоимости недвижимости или нет добрый день смотрите внж получить в турции это абсолютно простой вопрос для этого необходимо два варианта либо купить квартиру и на этой квартире на эту квартиру оформить внж на два года с последующей пролонгации также на два года либо снять на долгосрочную квартиру в аренду и на срок аренды от полгода год или два года получить вид на жительство все абсолютно просто минимальный пакет документов для этого необходим внж оформляется здесь на месте если говорить про документы из россии то это необходимо только свидетельство о рождении свидетельство о браке апостелировать в россии и приехать сюда с этими документами больше ничего необходимого нет я правильно понимаю что такие же документы они как для взрослого так и для детей получается на одну семью например одинаковый пакет документов соответственно нужно аренда квартиры на длительный срок либо покупка все верно документы не имеют значение взрослый ребенок единственные документы повторюсь которые делаются в россии это свидетельство о рождении на него ставится апостель и свидетельство о браке на него ставится апостель все переводы сразу рекомендую не делать в других странах делать это здесь это здесь дешевле быстрее и намного легче сделать чем искать именно ехать посольство турции в консульство и там переводить все это делается здесь на месте абсолютно за небольшие деньги а если сколько времени занимает вообще-то процедура то есть по вы же то есть момент наверно сдачи документов и получения то есть сколько здесь там находиться или надо это можно сдать а потом приехать забрать там смотрите ситуация такая в н.ж. берется в системе дата рандеву к этой дате рандеву необходимо собрать все документы это либо то по документ собственности который удостоверяет то что вы купили здесь квартиру либо нотариальный договор аренды оформленной вы приходите в эту дату сдаете документы в течение двух недель вам на адрес поступает сама пластиковая карточка которая называется и комет это вид на жительство она приходит именная и собственно говоря все ровно с того момента когда вы сдали документы на в н.ж. у вас начинаются безвизовые дни вас уже заводят в систему и вы можете в турции находиться без визово и тогда вопрос сколько в н.ж. действует в принципе то есть вот получил в н.ж. какой имеет срок есть какой-то срок чтобы надо было либо продлять либо соответственно заново делать по своей по своему имуществу в н.ж. дается на два года по аренде она дается на тот срок на который арендована квартира все очень просто и соответственно если срок заканчивается мы его делаем все то же самое процедуру заново да идет пролонгация идет пролонгация это необходимо сделать еще раз страховку она делается здесь и подать документы время просмотров объекта недвижимости в алании у павла и у него подписчиков да очень много накопилось вопросов на тему недвижимости они написали мне у меня появились вопросы я конечно хотел что ты ответила на них я сейчас их позади мы решили объединить сразу все в одно видео где паша будет задавать мне вопросы а я буду них отвечать так что друзья смотрите это видео до конца я уверен что вы получите все ответы на ваши вопросы и после уже обратитесь компания вас по кани поехали я жду первый вопрос так а не смотри вопросов мне много плюс свои ударе начнем с простых и постараемся в этом видео на ответить от простых до сложных чтобы людей по максимуму все были ответы на все вопросы давай нас простого все-таки какой регион в анталийском побережье ты бы посоветовал для выбора недвижимости и почему ну смотри зависимости вообще что вы хотите если вы предпочитаете такую мега крутую инфраструктуру вы привыкли жить в большом городе чтобы было абсолютно все то это конечно же анталия потому что это миллионник город мы уже упоминали о том то что там население два с половиной миллиона то есть это мегаполис это то есть пробки постоянные да если вы хотите жить более такой тихо спокойно размеренной жизнью во-первых природой наслаждаться это конечно аланья из хочу сказать то что в алании всегда намного теплее нежели в анталии в анталии летом жарче потому что там плотнее застройка бетон нагревается от этого жарче в алании больше зелени и соответственно алания это все зависит от ваших предпочтений что вы хотите если рассматривать со стороны недвижимости принципе разницы нет качестве строительства в каких-то там комплексах где-то допустим все большинство комплексов они что в алании что в анталии они все с инфраструктурой единственное отличие анталии и алании то что там есть природный газ но в алании уже в некоторых комплексах можно перечитать по пальцам есть газ но ведут и я думаю буквально через пару лет и цивилизация придет хорошо тогда ладно в принципе ответили да то вообще если хочется отдыхать на на лучше выбрать аланию если хорошо 2 просто это на тоже такой более простой на работе если выбирать недвижимость ну понятно и вообще в целом то какую лучше выбирать то есть по типу наверное это квартиру все-таки лучше купить или виллу или там house вот в принципе какой ответ выходит из второго вопроса что вы хотите ваши критерии в первую очередь да мы когда общаемся с клиентами мы спрашиваем для какой цели вы собираетесь приобретать квартиру для того чтобы жить здесь для того чтобы сдавать в аренду либо же вы хотите просто заработать от инвестиции я не знаю по этим пунктам разложим наверно то есть хочу работать хотим здесь жить или просто приезжать летом какой вариант на самом деле всегда подбирают допустим если для жизни в принципе подойдет абсолютно любой район выбирайте квартиру и живите если вы семьей переезжаете я советую выбирать квартиру планировки 2 плюс 1 потому что все-таки удобно две спальни родители своей комнате ребенок своей комнате один плюс один это мало как правило один плюс один выбирает больше для того чтобы либо сдавать в аренду либо приезжать на отдых но опять же всегда 2 плюс 1 всегда намного удобнее нежели один плюс один вилла во-первых виллы расположен у нас все скажем так в горах удаленность море приблизительно 700 и более метров вилла чем хороша во первых сейчас пандемия у нас вырос спрос на вилла и чтобы жить более удаленно да во первых удаленно до от большого скопления людей а во вторых вилла у вас свой собственный участок у вас свой собственный бассейн вы вышли пригласили друзей пожарили шашлык там не не знаю в общем проводите время на свежем воздухе квартира все-таки нет вы во первых пандемии у некоторых комплексов была инфраструктура не рабочая закрывали это вполне понятно почему вот если у вас есть как бы бюджет лично я себе хочу виллу вот как бы если есть возможность почему нет вилла ну а также все зависит от предпочтения кто-то хочет вообще первую береговую линию с выход проснулся утром у тебя высокий этаж и у тебя тут море сразу же а заката какие заката у нас здесь они тогда продолжение разговора ты мне уже рассказала расскажи еще тогда нашим зрителям что такое 1 плюс 1 1 плюс 2 1 плюс 3 чтобы людей сразу было тоже понимать 1 плюс 1 2 плюс 1 смотрите первая цифра указывает на количество спален вторая цифра на количество гостиной то есть планировка 2 плюс 1 это 2 спальные комнаты и 1 гостиная бывает такое что планировка 3 плюс 2 чтобы не запутаться это 3 спальные комнаты и 2 гостины в турции бывает такое то что 2 зала спросите зачем потому что турки у них такая традиция есть да скажем так более таких старых нравов где женщины отдельно мужчины отдельно сидят соответственно в одной гостиной собираются мужской пол в другой части женский но сейчас так как уже да практически нигде такого не осталось обычно это очень удобно когда с детьми приходите то есть взрослые сидят в одном зале в гостиной а дети заниматься делами другом как бы в спальной комнате ребенка все равно как бы не очень комфортно а скажи пожалуйста вот такой вопрос если все-таки человек надумал покупать недвижимость вот он сюда приехал может быть как турист или специально вот как ему вообще вот построить этот процесс поиска да то есть связаться с кем-то поехать его будут возить или он там должен смотреть вообще наша компания предоставлять ознакомительный тур что это вообще такое вы соответственно выходите на нашу компанию у нас очень много источников google яндекс youtube instagram тик ток нам и везде вот переходите связывайтесь с наш с нами либо же оставляете заявку в чате когда вы приходите на что это макошка такое вылетает и там связаться чем я могу вам помочь это живой человек это не робот это мы с вами на самом деле связываемся уже просим ваши контакты и уже потом на личное общение общаемся с вами большая просьба указывать свои критерии для того чтобы было легче понять что вообще хотите да мы отправляем вам варианты квартир которые подходят по вашему запасу все услуга бесплатно ознакомительный тур когда вам удобно сюда приехать вы покупаете билет соответственно все на этом ваши расходы заканчивается мы предоставляем для вас жилье как правило ознакомительный тур длится но обычно он три дня потому что за три дня в принципе человек посмотрел по фотографиям уже можно сделать для них видео обзор то есть мы по видео созваниваемся и показываем что уже смотрим живую живую картинка совершенно другая как правило вот мы встречаем вас из аэропорта отправляем трансфер приезжайте к нам офис мы знакомимся лично и все мы едем дальше знакомиться с алании с анталии или стамбул это смотри какой можно вы уже берете нас на трансфер да у нас личные водители и едем дальше посмотрели аланию познакомились показали вам какой район какие-то достопримечательности если вам интересно завтрак обязательно понятно вот и дальше едем по объектам выбрали объект дальше все переходим залог открытие счета в банке налоговый номер и как бы все тогда сразу к этому вопросу перейдем например нас все устроило да вот как раз мы следующий вопрос как происходит но в общих грубых мазках оформления я вот этот вопрос лучше ответить алексею нашему заместителю генерального директора часть в турции и процесс переоформления недвижимости происходит очень просто подается заявка в кадастровое управление производится государственная экспертиза которая оценивает кадастровую стоимость и потом вызывают в кадастровое управление покупателей продавца и переоформляют квартиру для этого необходимо либо очное присутствие обоих сторон либо доверенность вопрос а гражданство если квартира стоит сколько она должна стоить и что дает гражданство есть несколько способов получения гражданства если рассматривать на примере недвижимости либо же вы покупаете абсолютно любой пик недвижимости через пять лет вы имеете право подать заявку на получение гражданства срок 5 лет я повторюсь если вы хотите есть еще но программа такая быстро получение турецкого гражданства вы должны приобрести недвижимость кадастровая стоимость которой не ниже 250 тысяч долларов тогда вы сразу же по быстрой схеме ну как по стране не так то что на следующий день конечно да это документы какие-то есть еще нюансы вы не можете продать что в недвижимости в течение трех лет на три года должна находиться у вас в собственности либо же вас просто решат турецкого гражданства кстати зрители из россии именно хочу вам сразу сказать что турция не предоставляет никакой информации для других стран о том что у вас здесь есть недвижимость счет в банке гражданство то есть здесь сохраняется полная конфиденциальность просто я знаю у нас есть такие клиенты которые скажем так не хотят светиться я показываю то что у него что-то есть то есть турция пожалуйста открытая страна и никаких но гражданство по факту на таких главные там начинают три плюсы какие дают скажи пожалуйста главный самое главное мне кажется это медицина потому что по виду на жительство все равно медицина будет выходить дорого платный будет ладно конечно по страховым гражданин естественно он идет как у нас я с россией я по полюса пошла где-то платно что-то бесплатно то есть минимально далее что вы можете работать абсолютно везде для этого гражданства хорошо это мы говорили три но это два которые самые такие даже 33 и сказал а еще самое самое главное если у вас есть гражданство турции вы можете посещать 101 страну без виза о вот это кстати хороший хороший да да я думаю потом надо списочек не подготовить какие странные поставить его под видео слушай то вопрос на такой мне на банальный какой разбег в принципе стоимости недвижимости на от и до чтобы люди сориентируют что вот это там на минимальный порог входа ну понятно дальше можно до бесконечности зависимости от объекта на какой конечности у нас самая дорогая вилла стоит в алании два с половиной миллиона евро всего лишь до начинаются цены киртумы и вот мужную квартиру планировки 1 плюс 1 в принципе можно купить даже за 40 тысяч евро но я скажу сразу же то что такие варианты если вы хотите купить дешево они не стоят долго на рынке то есть она не будет ждать вас пока что вы прилетите к нам пока что там еще выбирать нет такие варианты они сразу же приехал взял купил все если рассматривать такой рынок то но от 55 я думаю тогда вопрос в этом теме эта планировка будет 1 плюс 1 квартира будет с мебелью вторая линия до моря 300 метров что вопросы вот к этой же теме а если ты говоришь что вот эти варианты быстро уходят есть такой-то возможный вариант там предзаказа не знаю не внести какой-нибудь депозит и свои вот меня есть такой бюджет хочу чтобы вы нашли так возможно поработать но у меня есть такой бюджет бюджет может быть разный у нас были случаи то что приходили у меня 25 тысяч долларов на динам квартиру таких цен нет по самом деле не относит там ты бишь 40 мы можем предложить да если у человека такая сумма есть небольшая мы можем предложить на стадии строительства во-первых это плюс то что он заработает потому что когда объект сдается он зарабатывает на своей недвижимости как правило 30 процентов с каждым этапом растет выше и выше при том и плюс рассрочка идет на весь период строительства до действует рассрочка поэтому выгоднее если располагаете небольшой самодельник заходить на котлован потому что самой минимальной стоимости у вас есть 12 месяцев запасе чтобы собрать остальную сумму и здесь можно договориться не платить каждый месяц можно по кварталам либо же 50 процентов начале 50 процентов конце это все зависит тоже индивидуальные условия когда сразу два вопроса смотреть на тему сразу два вопроса возникло а какой момент получается листа собственности и вопрос соответственно гарантии то что объект будет сдан там в определенные сроки вообще принципе что он будет переключаемся на алексея на строительных объектах топу застройщик получает ровно в тот момент когда он уже поставил коробку зданий и произвел кадастровое деление квартир то есть он землю разделил на квартиры в этот момент топу выдается застройщику на все квартиры гарантии того что стройка сдастся здесь дает само государство все законы устроены так то что именно застройщики не могут строить на деньги покупателей дольщиков они должны иметь полную сумму на счету чтобы закончить строительство также мы как агентство всегда проверяем разрешение на строительство и всю преференцию прошлых лет этого застройщика вот вопрос возник такой вот вопрос возник у подписчиков консультация от вас которые если вы сюда приехали хотите получить на платный или бесплатный можно найти в офис и получить бесплатно да хорошо все понятно офис у вас находится только в алании или где-то еще нет у нас в офис находится в алании в анталии в стамбуле и в бодруме то есть получается стандартами у нас точнее не офис нас партнер но мы сейчас планируем там открывается прям офисное помещение все правильно понял что вот ты говорил да что можно турку это знакомительное устройство например турист отдыхает но вы знаем биле к седе а ему можно позвонить вверх с вами и вы за ним приезжаем забираем и все смотрим объекты недвижимости слушай мне кажется ты отвел на все мои вопросы и вопросы подписчиков если какие то вопросы не ответили я думаю можно задать их под этим видео в комментариях спокойно и вам ответит или у вас есть чата как понял живой живой человеком переходите на наш сайт можете задавать вопросы также я думаю переходи на сайт как бы нет смысла связывайтесь уже сразу же с нами будем с вами созваниваться списывается показывать вам пока что вы находитесь в своей стране аланию как у нас здесь сейчас тепло солнце море и поддерживать друзья не забывайте смотреть видео на канале аспо и соответственно видео мои потому что мы сняли несколько совместных выпусков они будут тоже ниже по ссылке под этим видео но мы ждем вас солнечной алании либо же анталии или стамбуле приезжайте к нам мы будем рады видеть каждого из вас увидимся в следующих видео пока пока удастся